Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат. 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Брюс Тулган с книгой «Быть начальником – это нормально пошаговый план, который поможет вам стать тем менеджером, в котором нуждается ваша команда». Случилось. Не прошло и месяца после выхода первого обзора на книгу Брюса «Все начальники делают это», как он снова врывается к нам с новым трудом, посвященным взаимоотношениям начальников и подчиненных. Наклейка на обложке говорит «Останови эпидемию неэффективного управления». Про Тулгана и наше отношение «Читай быстро» к нему я ничего особо рассказывать не буду. Если что, вот просто посмотрите начало обзора книги про то, что все начальники делают это. Ссылка будет и в описании, и в первом комментарии. И вообще подпишитесь уже, пожалуйста, на канал, нажмите колокольчик, поставьте палец вверх, оставьте комментарий, добавьте в избранное и все, что там еще можно с этим всем сделать. Я в прошлом обзоре, я промечиво заметил, что мы вряд ли вернемся к произведениям Тулгана по причине базового несоответствия излишней претенциозности в подаче книги и весьма посредственного его содержания. Но у нас, «Читай быстро» правило простое. Раз книга есть, значит ее нужно обозреть, вам рассказать, а вы уже дальше сами решайте. При этом хорошо бы постараться успеть за 600 секунд. В этом случае, думаю, это будет не проблема. Вся книга в одном предложении. Хорошие начальники любого уровня знают, как правильно общаться с сотрудниками, получать обратную связь, исправлять ошибки подчиненных вовремя, награждать их и мотивировать. Станьте хорошим начальником или, по крайней мере, попробуйте стать, и все у вас будет замечательно. О своих ощущениях от этой книги я расскажу в конце обзора и заодно расскажу, причем тут наш слушатель Роман Роменский. Извините, если вдруг ударение поставил куда-то не туда. 600 секунд, 10 основных фактов. Ожидания. Задача менеджера четко объяснить, чего он ждет от своих сотрудников. Подчиненные должны абсолютно четко знать, какие требования к ним предъявляют, и важно помнить, что недостаточно высказать в общее ожидание. Вы должны убедиться, что каждый человек понял, что и как, ну вы как начальник имеется в виду, должны убедиться, что каждый человек понял, что и как нужно сделать, чтобы вы были довольны результатом. Есть такая популярная поговорка про то, что наши ожидания – это наши проблемы. Соответственно, если вы поделитесь ожиданиями с остальными, то они могут перестать быть чисто вашей проблемой, а станут общей задачей. Как проверить, все ли сотрудники соответствуют ожиданиям? По мнению Брюса есть один быстрый и хороший способ – это поставить себя на место клиента. В этом заключается второй факт из книги. Вы не обязаны досконально разбираться в нюансах, выполняемой вашим подчиненным работы, чтобы понять, компетентен он или нет. Для этого и для того, чтобы дать адекватную профессиональную оценку качествам сотрудника, вы можете поставить себя на место клиента и, собственно, с точки зрения, как клиент относится к этому сотруднику, обнаружить слабые стороны персонала. Менеджер, который знает недостатки подчиненных и указывает на их ошибки, он же должен посоветовать, как их исправить. Если вы готовы к экспериментам, то на место клиента можно поставить не себя, а допустить к сотруднику реального клиента, ну или условного виртуального тайного покупателя, посмотреть на его реакцию. Этот тезис справедлив и для тех профессий, специальностей и задач, которые вроде бы не находятся на фронтлайне и не обязаны вообще коммуницировать с клиентом. Но разговор с внешним заказчиком, которым по сути является ваш клиент, это такая лакмусовая бумажка на предмет вовлеченности сотрудника, на предмет разделения им базовых принципов компании, на предмет лояльности. И в конце концов, это показатель того, насколько любой сотрудник вникает в суть происходящего и насколько он лоялен вообще компании. Вникание в суть, по мнению Тулгана, это одна из важнейших задач всех участников управленческого процесса. Тулган призывает управленческий персонал к постоянному этому участию в рабочем процессе, и поэтому менеджер, который досконально владеет деталями, он заслуживает уважения. Подчиненные признают его власть и из-за ощущения вот этой вовлеченности и контроля сверху стараются соответствовать его ожиданиям. Вовлеченный сотрудник это равно не безразличный сотрудник, а не безразличный сотрудник равно мотивированный. При этом помните, что награда должна использоваться в качестве мотивации. Люди хотят продвижения по карьерной лестнице в основном из-за зарплаты на базовом уровне пирамиды Маслоу, про которую наверняка вы все знаете, это нормально и это работает. Брюс предлагает поощрять инициативу материально, ну и говорит нам очевидные прописные истины о том, что работники будут эффективнее выполнять свои задачи, зная, что конкретно они должны сделать для того, чтобы получить вот то самое материальное вознаграждение и дальнейшее продвижение по карьерной лестнице. Это был уже вот этот пятый факт про дружбу на работе, он был уже в книге «Все начальники делают это». Брюс решил его использовать и в следующей книге, и возможно будет использовать и дальше. Приятельские отношения допустимы только по окончании трудового дня на работе, босс должен оставаться боссом, и поэтому нужно сосредоточить все внимание сотрудников и свое собственное внимание как руководителя на трудовом процессе, а не на эмоциях. Помочь другу подчиненному можно и нужно, направляя его в нужное русло для реализации его способностей и для достижения хороших результатов. И вот именно в таком формате, по мнению Брюса, дружбу целесообразнее заменить наставничеством, о чем он нам еще расскажет в седьмом слайде, а пока разумная сделка. Если вы выстраиваете свои рабочие отношения по принципу бартера, то, по мнению Брюса, вы все делаете правильно. Если подчиненные видят халатность и ваше халатное отношение к происходящему, то у них складывается впечатление, что можно схалтурить. Ну, снова-таки, я это говорил и в прошлом обзоре, и скажу и в этом, что это очень похоже на Батарева, на 45 татуировок менеджера и на то, что стая копирует вожака. Во-первых, для того, чтобы вы могли просить от сотрудника максимальной отдачи, обеспечьте ему базовый вот этот уровень, разработайте график, по которому он работает, обеспечьте комфортное место работы, предоставьте ресурсы все необходимые для выполнения этой задачи, предложите компенсацию, ну, то есть мотивационную программу в случае достижения результата. Ну, и самое главное, пропишите должностную инструкцию, чтобы работник на любом из этапов знал четко, что от него хотят, какие задачи он выполняет, а какие не выполняет. При этом оставайтесь на всех этапах выполнения задачи наставником, это седьмой факт. На работе не обсуждайте погоду, не обсуждайте рыбалку и семейные дела, говорите о конкретном процессе, в который вовлечен ваш подчиненный, и о достижении результата. Если что-то непонятно, обучайте, ну, в общем, такая роль чуть более опытного коллеги, который и научит, и поддержит, и подскажет, как сделать, если что-то пошло не так. Так, практикуйте индивидуальный подход, Брюс говорит о том, что нужно комбинировать стили руководства в тот момент, когда вы общаетесь с каким-то конкретным человеком, то есть нет такой универсальной пилюли инструмента и универсального подхода, с помощью которого можно вообще выстраивать свои отношения абсолютно со всеми людьми. Нет, это не так. Создавайте персональную стратегию управления, отвечая на следующие вопросы. Во-первых, отдавайте себе отчет в том, какой человек перед вами, для чего вы с ним коммуницируете, для чего вы им руководите, если вы его начальник, о чем вы с ним разговариваете, и как, где и когда вы с ним говорите. То есть очень важен контекст. Говорите вы с ним о вашем квартальном плане на общем собрании перед другими подчиненными, или это разговор тет-а-тет о невыполнении задач по результатам этого самого квартала и каким-то вашим радикально принятым мерам воздействия на него. Поэтому, ну, в общем, вот это все контекст решает, и это очень все влияет на то, как правильно выстраивать коммуникации здесь и сейчас. Контролируйте производительность по возможности. Успеваемость сотрудников – это одна из важных, одна из самых важных ваших задач, поэтому контроль вот этой самой успеваемости – это ваша постоянная задача. Все, что вы можете оценить, все это можно померить. То есть можно в количественном выражении получить понимание, справился сотрудник, не справился. И результаты вот этой самой производительности желательно записывать максимально подробно для того, чтобы и ретроспективно к ним возвращаться, и у сотрудников была общая картина по тому, как вы его оцениваете. Брюс несколько раз делает на этом акцент, что сотрудники должны видеть и знать, что о них думает руководитель на определенном участке. Вот он закрыл задачу, нужно дать ему обратную связь. Он не справился с задачей обратная связь, выполнили план обратной связи, не выполнили. Соответственно, тоже это все позволяет устранять проблему сразу на этапе возникновения. Потому что дела можно откладывать на завтра, а проблемы на завтра откладывать нельзя ни в коем случае. Противостояние между подчиненным и начальником свидетельствует как раз о том, что вы несколько раз попытались отложить эту проблему на завтра и получили уже не просто какую-то тяжело решаемую проблемку, или легко решаемую, а прям настоящую критическую ситуацию. Эффективнее решать мелкие-маленькие неурядицы, чем ждать, пока они накопятся в какой-то большой снежный ком. Старайтесь избегать конфликта, концентрируйтесь на рабочих моментах, не переходите на личности. Претензии к сотруднику всегда аргументированы и документально подтверждены, всегда ваше ожидание должно было быть сформулировано, подтверждено пониманием сотрудника, что он четко отдает себе отчет в том, что вы от него ждете, и не бойтесь увольнять некомпетентных людей или тех, кто не справляется из-за упрямства. Такими вот были 10 основных фактов из книги Брюса Тулгана «Быть начальником – это нормально», и когда мы выложили обзор книги «Все начальники делают это», наш слушатель Роман Роменский оставил комментарий, в комментарии он написал следующее «Спасибо за работу», освежил в памяти эту книгу, ну в смысле книгу «Все начальники делают это», и скажу, что другие книги автора я читать не буду. И мне в тот момент подумалось, что я, пожалуй, хочу быть на месте романа, но потом любопытство взяло вверх, и теперь я могу сказать «Роман, ты был больше прав, чем не прав». С одной стороны, если бы у меня был такой вот обзор, то на книгу я бы уже время не тратил, а с другой стороны, как бы он у меня был, если бы книгу я не прочитал. И без этой книги второй «Картина мира Брюса Тулгана» была бы не до конца раскрыта, хотя нового и полезного тут и вправду не очень много. Три задачи, которые я всегда записываю в букнот, блокнот для осознанного чтения, который мы в «Читай быстро» придумали как раз для того, чтобы получать максимум информации полезной из любой книги, а еще для того, чтобы вы дарили и этот букнот всем любителям чтения. Больше о нем можно узнать по ссылке «буква.инфо.слэшблок.слэшбукнот». Ну, на сайте нашем, в общем-то, его легко найти. Три задачи из книги. Становиться на место клиента для оценки персонала. Это достаточно неплохая практика, которая может помочь вам избежать проблем на ранних этапах и адекватно оценить вовлеченность персонала. Вторая задача. Использовать институт наставников и вообще приемы наставничества. Если вы нанимаете много людей, то период адаптации и вот это самое наставничество на периоде адаптации максимально автоматизировать и отцифровать. То есть, курсы, тесты, финальное тестирование и понимание того, прошел человек испытательный срок или не прошел. Ну и помнить, третья задача, помнить о том, что измерению подлежит все, чему можно дать оценку. Соответственно, и НПС, и прочие метрики температуры внутри коллектива – это обязательное систематическое действие. Если хотите понимать, не надвигается ли на вас какая-то сейчас проблема и все ли хорошо у всех участников процесса управления, достаточно ли хорошо они вовлечены и понимают, что вы от них хотите. Такими были быстрые 10 фактов, 3 задачи из книги «Быть начальником – это нормально». Это был проект «Буква.инфо». Проект «Читай быстро». Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, напишите обязательно комментарий, как вам обзор. Тренажер слишком быстро, не слишком затянута, чего книга вообще, будете читать, не будете. Если захотите проверить свою скорость чтения, буква.инфо.рапид, там можно, такой специальный тренажер, на котором можно прочитать текст, ответить на вопросы и получить сертификат о вашей скорости и осознанности чтения. Если вас интересуют софт-скиллы, эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент, беглое чтение, осознанное чтение, развитие памяти, мнемотехники, вот это все, об этом мы пишем у нас на блоге, буква.инфо.блог, обязательно добавьте в закладки, там еженедельно появляется очень много всякой разной полезной информации. Надеюсь, вам было хоть чуточку интересно эти ближайшие 600 секунд. Через неделю новая книга, новый подкаст, новый я и новые вы. Читайте книги, слушайтесь маму. Хорошего вам дня. Пока.